И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать и каменных сборок. У микрофона, как всегда, ваш поклон слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. Я когда-то проходил Стонблок только во вторую версию, и сейчас я очень безмерно рад, что вышло третье на версию Майнкрафта 1.18.2. Очень, кстати, прикольное менюшка, что меня очень сильно порадовало. Ну а мы начинаем одиночную игру. И вот сразу же мы появляемся в каком-то неизвестном для нас хабе. Я честно не изучал никаких материалов дополнительных и вообще не вникал в сюжет этой сборочки. Знаю только то, что здесь также есть мод Create, и нам придется что-то как-то выживать здесь в дальнейшем. Как было привычно нам, здесь есть ФТБ Стонблок 3, добро пожаловать в сборочка. И нам здесь очень много инструкций говорится. Здесь нам говорится то, что по мере того, как мы будем двигаться дальше от точки возрождения, мы будем встречать различного рода пещеры. А в конце концов мы встретим кольцо пустоты и края. У каждого игрока есть собственное измерение, начинающееся в 0 в 0. Ну и также есть возможность телепорта. К сожалению, пока что я играю один, и у нас здесь есть возможность разблокировать эту главу. Также у нас здесь сразу появилось начало и хранение. Здесь также есть квесты по поводу того, что как начинать, и иногда эти вещи случаются. Но здесь, я так понимаю, вот эта вот часть уже посвящена обычному стандартному прохождению Стонблока. Здесь же нам говорится, грубо говоря, о том, что место, где мы находимся, это хаб. И для того, чтобы посетить свое собственное измерение, мы должны пройти через портал, который находится вот здесь. Мы можем начать с пещеры, но я предпочту ванильное стандартное выживание, стандартную пещеру, наверное. И вот мы здесь появляемся. Также координаты 0, 0, 0. Нам, так понимаю, там давались координаты, чтобы в случае чего вернуться в оригинальное измерение. Но ничего страшного, пока мы начинаем отсюда. И что ж, пойдем по цепочке квестов тогда, которые здесь у нас представлены. Вот здесь вот квест, так понимаю, выполнен. А вот здесь нам говорится то, что есть рандомные случайные события, которые у нас предоставляются, но почитаем попозже. Начнем мы с стандартного прохождения. Нам нужно добыть частички камня. Все мы помним прекрасно, как с предыдущего прохождения это делать. Добыли мы немножечко кусочков, но мне что-то подсказывает, что этого будет маловато. Сделаем из этих кусочков булыжник. Ооо, старый мой добрый мод, я уже вижу здесь ЕМЦ. То есть здесь есть как минимум ЕЕ мод, который будет нам добавлять очень много всего интересного. Так, получается из булыжника мы делаем верстак. Давайте его пока где-нибудь здесь разместим. Сейчас мне нужно добыть еще немножечко булыжничка себе, для того, чтобы продолжить это все изучение. То есть получается, здесь мы рандомную награду забираем, и здесь тоже случайную награду мы забираем. Дали нам какой-то обелиск на 17000 ЕМЦ. Не знаю, зачем это нужно, но пока и ладно. Профессиональное хранилище. Я так понимаю, это хранилище, в котором мы сможем управлять различными другими хранилищами внутри этого самого хранилища. Очень неплохо, но пожалуй, пока что я просто продолжу добывать камни. По квестам нам здесь предлагают сделать сундук, молоток, крюк и начать дальнейшие манипуляции производить. Но для начала я хотел бы, конечно же, скрафтить кирку, но это не дается мне сделать что-то. То есть предлагаете начинать сразу с молота. Я так понимаю, кирки будут доступны только когда мы сделаем другие различные модификации. Сейчас благодаря молоту, думаю, производство пойдет чуть-чуть побыстрее, ведь мы сейчас добываем один к одному буквально. Я предпочту сейчас рандомные награды сразу же себе забирать, поскольку по большей части эти рандомные награды могут очень сильно пробустить прохождение. И очень нужно быть аккуратным в плане раскопов, ведь как ни странно, это все может сыграть очень злую шутку, если тут начнут собираться различного рода мобы. Сейчас мне нужно набрать, не знаю, около стака, давайте булыжника наберем, даже чуть побольше, и уже дальше будем его как-то перерабатывать. Я сразу тут решаю немножечко отойти от стандартных своих канонов, и, пожалуй, буду развиваться, по крайней мере продолжать развиваться здесь по чанкам. То есть я хочу, чтобы каждый чанк у нас за какое-то конкретное производство отвечал. Это очень, надеюсь, мне поможет в плане дальнейшего производства, если я хочу это все организовывать. Так, у меня есть чуть больше стака булыжников, пожалуй, этого пока что хватит. Делаем себе печку. Так, печка мне не нужна, пожалуй, мне нужен сундук. То есть, получается, на сундук нужно 4 таких части, и, получается, у нас здесь есть теперь сундук, в который мы можем складировать все ненужные предметы. Теперь мне нужно заняться выставлением этого самого булыжника, ведь надо себе сделать сейчас побольше молоточков, я тут чувствую, этого не хватит, и продолжу добывать гравий. Кнопка Йо, и тыдыщ, получили стакк земли. Получается, сразу вот эти вот два квеста я могу выполнить, даже получить компрессованную землю, компрессованный гравий, это хорошо. Получается, у меня теперь есть стакк земли. Сейчас мне нужно доделать немножечко палочек, сделать из палочек крюк. Давайте часть этой земли, скажем, 16 штучек, пока что пустим на то, чтобы из них что-то добыть к рулькам. И получаем целую россыпь разного-разного рода предметов. Даже березу здесь мы получаем, немножечко еды, семечки травы, и какую-то даже первоначальную еду в виде арбуза. Еще один квест в виде саплингов мы можем сделать. Получили печку, мы получили золотую печку, это вау, это имбища на самом деле. То, что на таких начальных этапах мы это с вами получили. И даже ачивку за семена. И нам за ачивку дали еще пак семян. Дали даже картошечку, это очень хорошо. Также вот эти вот задания не нужно забывать. Получаем мы здесь еще одну золотую печку и трезубец. Оружие на наших этапах это очень хорошо. Получается, мне нужно сейчас заняться выращиванием растений. И пока я здесь себе небольшую такую фермочку, плантацию сделаю и продолжу добывать камеш. Ожидая пока все остальное у нас растет. Добывать в принципе нет необходимости, ведь у нас тут есть мод, который на shift делает небольшие удобрения. Это же после предыдущей сборочки я ощущаю такое приятное ощущение, как будто я вернулся к себе домой и просто невероятно классное ощущение я испытываю от прохождения всего этого. Нужно значит нам добывать ночное дерево. Изберем он по стандарту доски. Обычные наконец-то палочки. И топорики, которые очень сильно ускорят добывание всего этого дерева. Как много сразу саженцев, лепота. Но я бы нашел на самом деле дубовые саженцы, поэтому мне придется наверное сейчас еще полстака земли пустить на переработку. Дышь, целых шесть саженцев. И можно начинать ускоренное воспроизводство этого самого дерева. А также часть древесины я пожалуй сразу же пущу на переплавку. И пусть у нас потихонечку здесь создается уголь. И нужно не забыть о том, что нам теперь с помощью вот этой вот крюка нужно собрать листву, хотя бы частичку от этого, которая здесь будет доступна, для того, чтобы получить разного рода полезности. Но почему-то я здесь этого всего не вижу. Слушайте, с листвы мы получаем только лиану и дерево. А как же нам получать тогда шелкопряда получать? Или здесь это нету сборочки? Что-то какая-то странная ситуация. Сейчас вот эти квесты мы тоже выполним. И можно продвигаться по ветке из тинкера. В принципе, начинать. Но сейчас нас ждет, наверное, небольшой гринд в плане разнообразных изучений. Ведь нам, я так понимаю, потребуется гигантское количество разнообразного рода ресурсов. Пожалуй, я себе добыл немножечко здесь булыжничка. И сразу же я на неверное буду двигаться в плане изучения тинкер констракта. Я подозреваю, что мне потребуется очень много, что из этого мода здесь сделать себе. Поэтому я сразу себе сделаю немножечко паттернов. Дальше нам, получается, здесь нужно сделать парт-билдер и тинкер-стейшн. Для них у нас уже должно быть все готово. Размещаем здесь эти два предмета. Это мы завершаем. Получаем... Что это такое? О-хо-хо, да ладно! Привет! Это что-то типа переносного сундука, который постоянно будет за нами теперь бегать. Это же очень классно. На будущее пригодится. Теперь нам, получается, здесь предлагают сразу же делать мелтер. Ведь мы без мелтера не сможем сделать заливку и не сможем сделать ничего. Там сборочка здесь говорит в любом случае то, что мы должны сделать мелтер. Как ни крути, но должны. То есть мы должны сделать каким-нибудь образом кирпичи первые свои самые. Я хотел как-то себе попробовать упростить жизнь, но это не вышло у меня. Я не вижу почему-то здесь в сборочке стол сборочный. И как он называется, я тоже не помню. В идее вот он же. Модифицированный стол. Нам нужен булыжник и какие-нибудь кирпичи. Вот, Searit Bricks. То есть, если банально 4 штуки я себе это Searit Bricks заимею, то смогу этот стол сделать. Давайте сейчас немножечко побольше себе булыжника надыбаем и попробуем. Может быть, а что-нибудь из этого и выйдет. Получается, для того, чтобы получить граут, нам нужен дрипер. В любом случае, потому что у нас по-другому мы не получим глину. А для того, чтобы получить дрипер, для того, чтобы его нормально использовать, как ни странно, нам нужна вода. И пока что, как эту воду заполучить без ведра, я не представляю. Я думаю, что в любом случае, нам здесь понадобится и как-то выйти в производство железа сначала, а потом уже только использовать все остальное. Так, а вопрос, а где у нас производство железа? Оно, наверное, у нас производится вот здесь. Вот, здесь можем что-то дробить с помощью миллстоуна. Вот, например, здесь мы можем просеивать гравий и получать при этом 35% шансом железа. То есть, к хорошему, мы должны также себе создать миллстоун и ручной крюк для того, чтобы получить железо. Из железа мы уже получим воду, а из воды мы получим уже, как ни странно, граунд. Ну, примерно, план развития понятен. Но для этого нужно очень много ресурсов. Хорошо, что тут есть мод на волшебные палочки. Благодаря этим волшебным палочкам, по идее, мы можем вот так вот без проблем начинать выстраивать эти тебе различные конструкции из булыжника. Теперь, что получается? Нам нужно создать сначала... Ну, шестеренки делаются вообще легко. Для начала получаем кнопки. А дальше нужен андезит. Вот, оказывается, в чем вся загвоздка. Если мы будем копать выше или ниже, мы получим слой андезита или глубинного сланца. Но, допустим, я так понимаю, мне нужно делать лестницу для того, чтобы это все работало, для того, чтобы я мог туда добираться. Сейчас будем пытаться исправлять эту ситуацию. Опа! Здравствуй, андезит! Наконец-то я до тебя докопал. То есть, 55 блоков выше или ниже от центра находится обычный камень. Ниже 20 блоков находится андезит. И, получается, еще ниже находится глубинный сланец. И теперь мне нужно, получается, создать здесь тебе такую небольшую прослойку, где я смог бы добывать этот самый андезит, ничего не опасаясь. Главное, чтобы здесь не спавнились мобы. Будет очень неприятно, если так будет. Только вот есть проблема. Я об этом не подумал. Когда я добываю этот самый андезит с помощью молота, он добывается у меня в формате камня. Мне нужен именно самый андезит, поэтому я бегу скрафтить обычную кирку. Кирка готова. Давайте еще раз. И все, андезит готов. Так, я думаю, пока что хватит. Одной кирки было маловато, у меня получилось почти два стака, но я думаю, пока что этого количества хватит мне. Потом это нужно будет, конечно же, облагородить пространство и задуматься, если мы в будущем хотим что-то делать нормальное из мода Create, как автоматизировать добычу андезита. Но я больше уверен, что у нас есть способы в этой сборочке. И нам пока что об этом не говорят, но расскажут обязательно чуточку позднее. Получается, из андезита я создаю полированный андезит и создаю эти самые шестереночки. 8 штучек, маловато, пожалуй, хватит пока что. Дальше мне нужна ручная молотильна. Тут нам нужны доски плюс палка. И так же получается обычная дробилка. Ставим ее где-нибудь здесь, вот эту систему, которую нам показывали так же, как в системе. И я начинаю это все вращать, начинает все добываться очень хорошо. И получается, я сейчас беру гравий, туда это все запиховываю. И начинаю крутить, это все получается мне должно выдаваться, по крайней мере, я надеюсь на это. И если все так идет у нас хорошо и замечательно, я бы на самом деле начал бы это все автоматизировать. Или бы хотя бы себе здесь делал систему, по которой добыча бы продвигалась у нас гораздо-гораздо быстрее. То есть я хотел бы увеличить здесь передаточное число. А для этого мне по-хорошему нужно сделать себе вот такие вот колеса большие. И крафтятся они достаточно легко, вообще без проблем сделаем сейчас. У нас уже, кстати, есть три железа. Я бы это сразу на переплавку бы кинул. И сейчас попробуем это все переорганизовать систему. Во! Вот так вот, пускай это все очень медленно, но, пожалуй, вполне меня устроит. Нужно подумать о месте, куда бы мы смогли перенести весь этот самый добычу дерева. Потому что меня здесь она очень не устраивает. Получается, в этот квест мы выполняем, забираем награждение. Ачимки за то, что мы гравий можем переидрабливать в цинк, железо и уголь тоже получаем ачивмент. И дальше, получается, мы должны здесь делать, как я и говорил, два ведра, лаву и воды. Здесь мы должны, получается, сделать палочки для натирания, для того, чтобы разместить их под камнем. И камень, получается, превратить в лаву и потом лаву собрать. Сейчас будем побольше это все дроблением заниматься, для того, чтобы хотя бы себе банально мини-автоматизацию сделать из двух воронок. Чтобы хотя бы знать 100%, загрузилось ли я здесь или не загрузилось. Так, три железа есть. Делаем себе ведро. Дальше, получается, нам нужны палочки. Из палочек мы должны сделать нечто вот такое вот. Получается, мы должны вот так вот зажать и превратить камень в лаву только. Опа, 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 заработало. Ха-ха! Получили лаву из камня. Очень хорошо. Теперь, получается, у нас есть бесконечный генератор булыжника. Гипотетические, по крайней мере. Дальше, следом, получается, мы должны получить здесь ведро воды. Я только сейчас офигел, как много всего здесь открылось. Нам, получается, здесь нужен тигель и ведро воды. Если мы в тигере, получается, будем запиховывать что-то типа листьев, мы очень много чего будем полезного получать. Тигель мы здесь себе получаем. В него давайте запихуем хотя бы обычные саженцы. И без проблем получаем ведро воды. Какой великолепный здесь прогресс. Сразу же, вообще, без проблем. Забираем две ачивки и в ачивках получаем кабблстоун генератор третьего тира. Офигеть! Офигеть! Это же просто иба! Мы, получается, сделали здесь с вами сразу третий уровень генератора. Чисто ради интереса. Может быть, сработает, а может быть и нет. Сделаем сундук. Сундук попробуем сверху разместить. И да, посмотрите. У нас уже кабблстоун генератор работает. То есть у нас нет необходимости здесь самостоятельно как-то пытаться выкапывать. Но выкапывать я буду в любом случае. Так что от этого никуда не деться. И нам здесь предстоит сделать генератор первого уровня. Но для него, по-моему, вообще ничего сложного. Для него нужен кабблсованный камень. Только вопрос времени, когда этот камень у нас пережарится. С момента прошлой сказанной фразы прошло какое-то время. И немножечко наша база видоизменилась. Здесь появилось выкопанное пространство. И, как я говорил, здесь разметил небольшой огородик. Где у нас выращивается рада того рода культуры. Также здесь немножечко выращивается дерево. Облагородил немножечко территорию. И сейчас это выглядит примерно вот так вот. Также гринделку, которая здесь у нас перерабатывает гравий. Я перенес сюда. И также разместил здесь немножечко хопперов. И немножечко занялся изучением этой самой сборочки. Нам здесь вообще очень будет сложно выживать. Она достаточно замороченная. Но от этого, как мне кажется, будет намного интереснее. Сейчас я хочу удариться немножечко в автоматизацию. И произвести три водяных колеса. Для этого мне потребуется немножечко дерева. Я также сделал себе небольшое такое хранилище. Где оно дальше будет развиваться и расширяться. Пока что оно стоит здесь и никому это с ошибкой не мешает. Также не стоит забывать то, что я здесь должен себе скрафтить по квестам Тир 1 Кабл Столл Генератор. Дальше мне предлагается его по идее апгрейдживать. Ну зачем, если у нас как бы первого уровня вполне хватает. Так, пока что три колеса. И водяные колеса. Так, эти три водяных колеса я, пожалуй, размещу вот в этой части. Пока что это будет здесь. А дальше посмотрим. Водяные колеса здесь я размещаю. Ну, получается, вращаться они будут вот в таком вот направлении. То есть я, допустим, себе сейчас возьму бедра с водой. У меня здесь недалеко был где-то источник. И нужно как-то это все запланировать. Получается, отсюда я буду забирать крутящийся момент. И здесь это все будет вот так вот пока что вращаться. Вот, получается, схема теперь точно завершена. И колеса, которые здесь размещены, вращаются на максимальной своей возможной скорости. Получается, теперь хочу я это все для начала облагородить, чтобы просто выглядело красиво. Для этого мне нужно побольше сейчас полублока взять. Появилась пчела. Я только сейчас заметил. И, пожалуй, я сразу захочу ее изучить. Что это вообще такое и зачем это нужно. В идее, как я почитал, бывает. Случается так, что пчела появляется. И рядом с ней появляются различного рода случайности. И я очень надеюсь одну из таких случайностей себе заполучить в награду. Ага, настолько случайностей. Мана, цветок какой-то и рандомный изумруд. А также кристаллический сундук. Мое почтение. Это же офигенное вместилище. Просто серьезно, очень приятно. Буду знать то, что на таких пчел нужно будет в будущем охотиться. А также я подозреваю, мне сейчас надо будет всю эту систему с колесом перенести на блок в другом направлении. Ибо я здесь немножечко себе пространство переродил. Немножечко нарушил свою систему, как я хотел здесь строить. Ничего, сейчас перенесем. Получается, вот я колесо перенес и разместил. Останется мне отсюда крутящийся момент передать вот на этот миллстон, для того, чтобы гравий у нас перерабатывался в автоматическом режиме. Для того, чтобы передать нормальный крутящийся момент, мне нужны коробки передач, которые делаются достаточно очень просто, но нужны андезитовые кейсы, которые получаются, благодаря тому, что мы андезитовый сплав делаем каким-то очень чудным образом. Хорошо, давайте сейчас попробуем это сделать. То есть мне нужен цинк, который я здесь себе переплавлял. Передробить в кусочки. И смешать цинк с андезитом, получить андезитовый сплав. Теперь этот андезитовый сплав я должен как-то поместить на бревно. А, вот оно что. Получается, нам нужно здесь обтесанная древесина, для того, чтобы все работало хорошо. Теперь бы по-хорошему мне не мешало бы себе здесь заиметь побольше вот этих вот шестеренок. Для этого нужно просто гигантское количество этого самого дерева. Готово и 8 коробок передач я делаю. Получается, мне еще очень прям жизненно необходимость здесь будет сделать ключ. Вот из этого мода, который делается опять-таки из золотых слитков. А, ну вот, кстати. Если мы будем песок прогонять через воду, мы будем с некоторым шансом получать разного рода плюшки. В том числе, кстати, и глину. Это очень хорошая возможность сделать себе эту такую систему сегодня. Возможно, это очень сильно понадобится. Так, а также мне понадобится, пожалуй, передающий момент вращения вот такие вот шафты. Для которых нужны тоже андезитовые сплавы. Ну вот, с этим уже как-то можно работать, на самом деле. Получается, здесь у нас в любом случае будет несколько механизмов вращения. Первый будет переходить нашу гринделку. Ну, ее запитать вообще несложно. Нужно просто гербок здесь разместить вот в таком вот варианте. А здесь разместить шестеренку в таком формате. По-хорошему, я бы это все ускорил. Но, вообще, мне заикаться об искорении на данном этапе развития, это очень плохая мысль. Потому что это максимально делать рановато. Так, теперь я здесь просто размещаю систему, которая будет мне бесконечно дробить гравий. Пока я сюда закидываю его, он будет мне его сюда успешно дробиться. И сюда весь этот гравий будет поступать в автоматическом режиме. И смогу я его отсюда забирать более чем успешно. Ну, сюда я какой-нибудь потом драйвер подключу. И гринделка уже в автоматическом формате пришла производиться. Что, получается, мне нужно дальше? Дальше я хочу сделать вентилятор. Для того, чтобы сделать вентилятор, как ни странно, мне нужны пластины. А для получения пластины единственный вариант, который у нас сейчас есть, в самом лучшем варианте, это сделать механический пресс. Ну, а пресс сделать достаточно легко. Пресс готов. Его мы, ну, допустим, где-то вот здесь вот размещаем. И скажем ему, пусть он изготавливает у меня пока 16 штучек железа. И главное, этого количества хватит, чтобы сделать пропеллеры. Почему-то я сделал их зачем-то больше, чем нужно. Ну, ладно. Ничего страшного, готово, если что, пригодятся. Теперь у нас здесь есть вентилятор. Просто, на самом деле, можно здесь разместить две коробки передачи, сюда сделать вентилятор. Но он на вдув, блин. Ааа, я боялся то, что так будет. Потому что этот вентилятор работает на вдув. Для того, чтобы он работал на выдув, просто нужно разместить еще один гербок здесь. Да, это расточительство в наших реалиях. То, что это слишком много ест ресурсов. Ну, да и ладно. Хотя, я даже знаю то, что можно вот так вот разместить. В лучшем варианте это будет. А здесь поставлю вот этот вал, который будет выдувать все это безобразие. Также мне нужно, получается, здесь будет разместить что-то наподобие, наверное, люка. Почему что-то наподобие? Ну, люк я здесь размещу. И теперь в этот люк мы должны залить воды. Для того, чтобы энергия из вентилятора преобразовывалась в воду. Теперь мне нужно брать и просеивать здесь песок. Вот и все. Я так подозреваю, мне нужно прям гигантское количество песка. У меня тут есть оно, и пусть оно пока делается. Оно возникает, в принципе, вот из этой системы. Вот этот песок я могу и брать, и, по-моему, сюда вот кидать. И потом в будущем, кстати, можно будет эти две системы объединить, для того, чтобы это все работало. А пока смотрим, сколько нужно вообще блоков, для того, чтобы это все преобразовывалось. Но, как я погляжу, достаточно много. Тут пока все дробится. Я вижу то, что я немножечко опередил время. И, в принципе, нам линейка квестов и говорит о том, что мы должны здесь получать золото. Я только за, и я готов его получать здесь. А оно у нас пока что дробится. Для того, чтобы мне лучше всего дробить, и для того, чтобы получать наилучшим образом ресурсы, мне нужно сделать колеса дробления. Но для колес дробления самый проблематичный ресурс, это, как ни странно, крафтер. Для того, чтобы получить крафтер, как я вижу, то, что самое сложное, здесь, наверное, будет получить вот эти самые розовые кварца, для которых нужен Незер Кварц и Родстоуновая Пыль. Пожалуй, потихонечку, на такой прекрасной ноте мы будем с вами постепенно заканчивать. В следующей части она ждет просто гигантский пласт автоматизации. Но для этого мне нужно подготовиться. А для того, чтобы подготовиться, потребуется очень достаточно большое количество времени. Но я думаю то, что мы со всем с вами справимся. И следующая часть обязательно будет гораздо интереснее, чем эта. Ну и тогда в таком случае пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш поклонслуга Мамору. Еще услышимся.